Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. И сегодня в студии я, Диана Шилова, мы начинаем наш выпуск. Казанский федеральный вошел в топ-рейтинг университетов по версии Яндекс. Журналисты и политики подводят итоги саммита G20. Ни шагу назад. Химический институт имени Бутлерова уверенно закрепил свои позиции в рейтингах. При выборе вуза люди ориентируются на самые разные вещи. Для многих важно место вуза в различных рейтингах. В разгар сезона поступлений Яндекс составил свой рейтинг университетов по популярности. Яндекс составил рейтинг поисковой популярности вузов. В него вошли 264 вуза из национального рейтинга российских университетов, опубликованного Интерфаксом в начале лета. Наиболее популярным вузом из Казани стал Казанский федеральный университет. Он занял пятое место. Всего в рейтинге Яндекса представлено 7 казанских вузов. На 11 месте оказался университет в национальном рейтинге. Помимо общей популярности вузов были подсчитаны показатели их регионального влияния. В 10 регионах Казанский федеральный университет вошел в топ-10 самых популярных вузов по количеству поисковых запросов. С рейтингами познакомила вас Арина Михайлова, Универньюз. В нашем следующем сюжете вы узнаете, кому предстоит стать у руля отечественной науки и почему глобальный успех напрямую зависит от химии. Подробности в сюжете Адель Шамиловой. Выдающимся результатом и доказательством динамичного роста Казанского федерального университета является вхождение в предметные рейтинги независимого авторитетного британского издания КОЭС, охватывающего более 4000 лучших университетов со всего мира. Особо хочется отметить естественно-научный блок КФУ, а в частности химический институт имени Бутлерова, прославившийся в стране и в мире выдающимися выпускниками, разработками и своей небезызвестной химической школой. Внутри России мы стабильно находимся в первой тройке-четверке ведущих классических университетов России. И даже по данным того же Министерства образования и науки Российской Федерации, где-то на одном уровне, вот с московским, с санкт-петербургским университетами, ну я имею в виду химические факультеты, значит, ну и Новосибирский университет, там еще рядом, вот где-то в этой там тройке-четверке мы регулярно, так сказать, присутствуем. Цикл роста в предметных рейтингах представители университета регулярно прослеживают на ежегодных защитах дорожных карт подразделений. На предыдущих этапах успешная динамика была связана с программой развития, инфраструктурными преобразованиями, программой повышения конкурентоспособности и привлечением ученых с мировым именем для работы над проектами КФУ. Сейчас университет находится на пороге очередного прорыва. То есть вот по всем, ну нужно двигаться, естественно, по всем направлениям. Мы стараемся развиваться, не останавливаться на месте. Вот это позволяет нам, так, ну достаточно уверенно продвигаться в рейтингах, и мы надеемся, что в ближайшее время мы, так, если по 50 позиций будем в год прибавлять, а может и больше, то дойдем до тот 100. Химическим наукам в университете всегда уделяется довольно обильное внимание, как со стороны ученых, так и со стороны студентов. И, что немаловажно, попадание в предметные рейтинги не является единственным показателем эффективности. Многое зависит от поступивших абитуриентов, часть которых навсегда связывает свою жизнь с загадочным миром науки. У нас нет никаких проблем абсолютно с трудоустройством выпускников. Значит, более 90% из них работают по специальности, и, то есть 50% выпускников, они сразу, так сказать, уже идут в науку, значит, и, соответственно, защищают кандидатские диссертации, значит, потом многие защищают докторские диссертации. Рейтинг УЭС, созданный как инструмент, позволяющий абитуриентам определиться с выбором, стал целой индустрией. Как правило, самые сильные абитуриенты выбирают именно те вузы, которые смогли заявить о себе в рейтингах на весь мир. Ежегодно ряды первокуртников химического института входят сильнейшие олимпиадники страны. Здесь вопрос такой специфический, что такое подготовленный школьник. Для некоторых подготовленный школьник, который все выучил, все знает, отбарабанил, и все отлично. Уровень образования, уровень науки, с моей точки зрения, определяется теми пацанами, мальчишками и девчонками, которых мы принимаем. Можно не сомневаться, что будущие Менделеевы буквально через несколько лет уверенно встанут у руля наук. И каково будущее отечественной химии напрямую будет зависеть только от них. Пока на сегодняшний день Казанский университет уверенно закрепил свои позиции в рейтинге, и на достигнутом вряд ли остановится. И хотя попадание в предметные рейтинги не было единственной целью КФУ, достигнутые результаты убедительно говорят о признании заслуг казанских химиков и высоком уровне образования, получаемого в стенах одного из старейших университетов России. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Роман Самарин, Универниус. Будущие музеологи прикоснулись к истории России Казанского Федерального Университета во время летней практики. О том, как это проходило, ты узнаешь в сюжете Аурелии Сташковой. 11 июля в Музее истории Казанского Федерального Университета подвели итоги практики для студентов 2-го и 3-го курса по специальности музеология. Мы придумали музей 90-х, потому что в Казани есть музей социалистического быта, есть музей советского детства, а музея 90-х нет. Говорят, что не так давно это было, то есть не такая далекая эпоха, но если это все не сохранять, то это все пропадет. Опять же, и молодежи интересны, я как бы сам не особо старый, чтобы помнить это время. Также студентам удалось повысить свои профессиональные знания. Связанные с музейным делом дала новые перспективы для реализации своих знаний и способностей. Презентация этих музеев была проведена на высоком уровне. Прозвучало много новых идей и экспозиционных решений. Новый, неконсервативный, совершенно необычный взгляд, который заставляет нас, специалистов музейного дела, делать более востребованными экспозиции, поднимать темы, которые интересны современной молодежи. В Гамбурге впервые встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Их встреча стала одной из самых обсуждаемых в мировых СМИ. 7 по 8 июля Гамбург стал основным источником новостей мирового уровня. Саммит «Большой двадцатки» на фоне попыток полиции сдержать антиглобалистов, которые все крушат и жгут. Г-20 – это был трудный и необычный саммит, в первую очередь для немецких строителей. В рамках саммита «Большой двадцатки» Германия в первый раз принимала такое большое количество гостей. Сейчас Ангела Меркель прекрасно отдает себе отчет, что Гамбург заполнится не заседаниями и решениями лидеров Г-20, а небывалыми программами и столкновениями полиции с противниками саммита. Немецкие власти хотели продемонстрировать всему миру, как в условиях истины демократии, возможной мирной акции протеста инакомыслящих, но вместо этого весь мир увидел небывалый разгул насилия и провокации. Сорвать саммит антиглобалисты оказались не в состоянии, но они добились того, что внимания им мировые СМИ уделили не меньше, а то и больше, чем саммиту. «На самом деле сейчас тенденции в мире, они носят характер антиглобалистический. То есть Трамп выступает против миграции, Трамп выступает против экономической интеграции с некоторыми странами Азиатского, Атикинского региона и так далее. То есть это что? Это изоляция происходит. И люди, которые выходят митинговать, они тоже выступают против тенденций глобализма. К примеру, Брекзит, есть исследование современное политологически считается, что Брекзит и голосовали за Брекзит те люди, которые проиграли от глобализации». «Тай России» саммит оказался весьма полезным и продуктивным. Он продемонстрировал, что исключение из Большой Восьмерки вовсе не помеха широкому взаимодействию с окружающим миром. Первая встреча президентов Путина и Трампа стала успешной. Трамп не побоялся проявить свое уважение и доброжелательность по отношению к Путину, а тот ответил ему взаимностью. «Трамп для нас ценен тем, что он готов к идеологу. Он постоянно подчеркивает, что мы будем с Россией говорить, мы будем развивать диалог, мы не будем закрываться. Куда этот диалог пойдет? Смогут ли, например, мы отменить санкции в ближайшие 2-3-4 года? Смогут ли решить проблемы Сирии на Украине, достичь консенсуса? Но это неизвестно». Общение российского президента на саммите вселяет надежду, что рано или поздно с курсом на изоляцию России будет покончено, и сотрудничество с ней войдет в прежнюю нормальную колею. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз. На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и наслаждайся каждым моментом лета. До скорых встреч!